Вот уже и 7 марта, и несмотря на то, что женщин наши мужчины поздравлять начнут сегодня, ну с завтрашним праздником, все же день тоже этот отметился в календаре. Да, вот, например, 147 лет назад в этот день произошло нечто невероятное, перевернувшее всю жизнь человечества. Да, дело в том, что изобретатель Александр Белл представил миру новый первый телефон. Вот представьте, друзья, благодаря этому изобретению люди стали говорить друг с другом на расстоянии тысячи километров. Представляете, как перевернулся после этого мир? Сегодня, на самом деле, представить свою жизнь без телефона вообще просто невозможно. Ну, невозможно от слова совсем. Вообще. Вот ты устраиваешь себе дни без телефона? Слушай, на самом деле я вообще небольшой любитель разговаривать по телефону. Ну, я знаю, что кто-то очень любит мне позвонить, долго что-то говорить. Я всегда, да, да, давай быстрее, мне некогда. Ну, правда, я почему-то испытываю неловкость, разговаривая долго по телефону. Мне больше вот мессенджеры. Слушай, это вот, говорят, сейчас такая тенденция пошла. А, вообще у всех? Да, у большинства. Чтобы кому-то позвонить, нужно такие усилия вообще с собой сделать. Ну, вообще, на самом деле, дни без телефона у меня часто проходят, потому что в деревне, где у меня дача, моя любимая, там нет связи. И это, друзья, просто прекрасно. Ты приезжаешь, ничто и никто тебя не отвлекает и просто чудесно. Вы меня не достанете. Никогда. Никогда. Это классно, это действительно, это убежище. Вот от всего этого потока информации, это прямо здорово. Потом приезжают, такие, что произошло там, что пропущено. О, это да, да, всегда так именно и происходит. Ну, еще сегодня празднуется день теплого одеяла, своими объятиями защищающего от стужи и ночных кошмаров. Самый милый повод поздравить этим утром любимой одеялкой и еще ненадолго в него закутаться. Ой, класс. Кстати, сегодня есть еще и озорной праздник, день прогуливания уроков. Мы с Ксенией ни в коем случае не призываем ни к чему такому наших юных телезрителей. Мы просто вот констатируем факт, что такой день есть. Вот так вот, друзья. Да, да. А работу прогуливать? Интересно есть. Интересно, есть такой праздник? День прогуливания работы. Это было бы вообще прекрасно, если бы такой день действительно был. В народном календаре Маврикии в день, в этот день на стол подавали так называемую черную уху. Суп, для которого мясо варилось в огуречном рассоле с добавлением разных пряностей и кореньев. Если, конечно же, этот период не выпадал на пост, как в этом году, в 2023. Я вот пытаюсь себе представить, как это на вкус. Мне кажется, как рассольник очень похоже. Ну, я не очень люблю рассольник, поэтому... А, видишь, я вот наоборот... А рассольник с мясом готов? Да, да. А там, по-моему, перловка. Да. Вот ее-то я и не люблю. Если вы не любите перловку, перловку всегда можно заменить на другие крупы, например, вот рис. Надо попробовать. Попробуй. Да, ну вот. Вдруг, как по-новому ее раскрою для себя и полюблю. Именины отмечают Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Просковья, Сергей, Степан, Федор, Филарет и Филипп. Поздравляем. Да, поздравляем. Через пару мгновений в утренней студии телеканала ПТВ торжественное награждение победителей конкурса «Мартовский код». Вау!